Добрый день! Добрый день, здравствуйте! Отлично, вижу, плюсики пошли. Я так понимаю, меня и видно, и слышно. У нас отлично с вами наладила связь. Замечательно! Добрый день, Сергей, Светлана, Анастасия и все остальные участники. Меня зовут Джамиля Ашикова, и я рада приветствовать вас на нашем сегодняшнем вебинаре, посвященном новому отелю в Объединенных Арабских Эмираторах в Дубае. Называется отель у нас Хаят Сентри в Джумейра, Дубае. Отель достаточно новый, мы открыли с 15 декабря. Информации, может быть, кто-то уже слышал о нашем отеле, может быть, уже как-то была возможность именно изучить наш продукт, посмотреть, потому что у нас очень активный сезон был в этом году. И всем было очень интересно узнать, какие же новые продукты появляются в Дубае. В этом году в Дубае огромное количество новых отелей, новых продуктов. И, конечно же, не хватает информации о каждом нас, и особенно не хватает именно той информации, чем же отличается тот или другой отель друг от друга. И вот сегодня я вам буду рассказывать, что такого интересного, и что такого отличительного и особенного в нашем отеле Хаят Сентри в Джумейра, Дубае. Ну, вот, может быть, такая не очень информационная у нас картинка появляется на слайде. Да, это, к сожалению, это у нас рендеринг, но хочу сказать, примерно отель у нас выглядит так же. Единственное, что я вам хочу рассказать, и что вам будет неизвестно, что такое Хаят Сентрик. Потому что всем известен бренд Хаят, но нет четкого понимания, что же такое Хаят Сентрик и чем же он отличается. Потому что всем прекрасно известны такие бренды, как Хаят Реджинси, как Гранд Хаят, Парк Хаят. Андас довольно-таки стал популярным брендом. Ну, вот теперь появился у нас Хаят Сентрик. Вполне возможно, уже кто-то с ним сталкивался, потому что гостиницы этого бренда, Хаят Сентри, уже довольно-таки давно существуют в Европе, есть и в других странах мира. Но вот на Ближнем Востоке, Хаят Сентрик, Джамира Дубая, это у нас дебют бренда Хаят Сентрик на Ближнем Востоке, в Объединенных Арабских Эмиратах и в самом Дубае. И я с удовольствием хочу вас познакомить с этим брендом, потому что он очень интересный и он очень такой вот у нас трендовый. Но немножечко расскажу о нашем расположении. Не буду рассказывать о Дубае. Дубае знают все. Дубае – это прекрасные пляжи, Дубае – это красивейшие небоскребы, Дубае – это самое-самое, что есть в мире, самая высокая башня, самый большой торговый центр, огромное количество развлечений. Дубае принимал в этом году знаменитые Экспо-2020, которые у нас вот буквально осталось два последних дня, и которые действительно привлекло огромное количество туристов и особых официальных делегаций, потому что всем хотелось же увидеть эту выставку, которая у нас была отложена на один год. Но, тем не менее, открылась она у нас в октябре 2021 года. И скажу вам так, что действительно это было грандиозное шоу, это было грандиозное мероприятие, мы отчасти по нему будем скучать. Что же касается нашего района, наш район называется «Ля Мэр». Наша гостиница расположена в районе «Ля Мэр». Это очень интересный такой вот довольно-таки новый район в Дубае. Располагается он на Джумейра-1, это значит в самом начале Джумейры. И практически это самая ближайшая пляжная точка, если отправляться из аэропорта Дубаи. То есть, если мы едем из аэропорта Дубаи, это буквально 14 километров, вы заезжаете на Джумейру, и в самом начале Джумейры у нас располагается район «Ля Мэр». А сам район «Ля Мэр» начинается именно с нашего отеля «Хаят-центрик Джумейра-Дубаи». Чем же интересен этот район «Ля Мэр»? На самом деле тем, что он настолько яркий, он настолько колоритный, он настолько, скажем так, надвижен, да, настолько направленный на такое вот динамичное молодое поколение, отчасти напоминает такой вот американский Майами, потому что очень много таких вот колоритных, разноцветных локаций, где можно осуществлять огромное количество фотографий. Это район, где сконцентрировано огромное количество кафе и ресторанов различных кухонь мира. Этот район, где находится и кинотеатр, этот район, где у нас есть и аквапарк, здесь есть такие вот интересные лавочки и магазинчики, где можно сделать какие-то сувенирные покупки. Как я уже сказала, этот район, где очень много локаций, где можно набраться классных и ярких фотографий и впечатлений. И мы находимся прямо на этом районе, и самое важное, что будет, конечно же, интересно для нашего туриста, для вашего туриста и нашего гостя, это пляж. Дело в том, что Ля-Мэр – это пляж, который действительно получает самые высокие оценки от всех посетителей, будь то местные жители, то есть будь то резиденты, которые живут в самом Дубае, будь то приезжие, потому что качество пляжа просто потрясающее. Это натуральная береговая линия, это 2,5 километра протяженностью пляж, это пологий заход, это открытое море, то есть это живая вода, есть живая волна. И действительно, кто отдыхает здесь, они очень часто возвращаются именно в этот район и предпочитают именно останавливаться поближе к Ля-Мэру, потому что действительно пляж здесь просто потрясающий. И немножечко достопримечательность. Как я сказала, мы находимся в начале Джумери, то есть это такое вот связующее местонахождение, которое отчасти мы являемся как бы связующим между Старым Дубаем и Новым Дубаем. Непосредственно недалеко от отеля, ну, конечно же, мы находимся на самом Ля-Мэре, это уже район является достопримечательностью. Лагуна Уотер Парк, это аквапарк, о котором я уже упомянула. В пешей доступности находится Джумейра Моск, это та самая мечеть Джумейры, которую всегда привозят гостей в составе программы, то есть которая включена в программу обзорной экскурсии по Дубае. Это вот сюда приезжает очень красивая мечеть, и она буквально в пяти минутах ходьбы пешком от отеля. Этихат-музей, это музей, где тоже можно познакомиться с историей, кто увлекается, и культура Объединенных Эмиратов также находится в пешей доступности. Недалеко от отеля у нас есть дубайский зоопарк. Также буквально 10, максимум 15 минут пешком можно дойти до небольшого торгового центра Мерката. А если уже говорить о более популярных достопримечательностях, там Буш-Халифа, Дубай-Молл, Танцующие фонтаны, Дубай-Опера, буквально это в 10 минутах езды от отеля. Также рамка Дубая очень популярна, это музей и обзорная площадка тоже находится в 10 минутах езды от Дубая. Ну а если кто-то хочет поехать уже на Пальму, либо на Блю Уотерс посмотреть вот это обзорное колесо, то расстояние будет 20-25 минут езды от нашего отеля. Ну и теперь буду рассказывать самое интересное, что же это такое за отель Хаят-центрик Джумейра Дубая. Хаят-центрик Джумейра Дубай, самое главное Хаят-центрик. Как я вам сказала, это новый у нас бренд, который новый, не сколько новый, как в самом цепочке отелей Хаят, сколько новый у нас в Объединенных Арабских Эмиратов. Этот бренд появился в 99-м году, и он направлен на молодого путешественника, на путешественника, который еще открыт ко всему новому, на путешественника, который всегда готов испытать что-то новое, который отчасти ищет новые ощущения, он динамичный, он яркий наш гость, он любит путешествовать, он любит испытывать новые ощущения, он всегда ищет что-то яркое, и как раз-таки наш отель практически полностью соответствует, не практически полностью, я с уверенностью могу сказать, что очень сильно соответствует именно пожеланиям такого гостя и его предпочтениям. В нашем отеле 173 номера. Номера у нас идут основные 5 категорий номеров, о которых я вам буду рассказывать. У нас в отеле работает основной ресторан, который сервирует завтрак, обед и ужин. У нас есть особенности по питанию, я вам об этом тоже расскажу. У нас будет открытие, к сожалению, информация не совсем еще уточнена, здесь на слайде написано, что Каензо, наш ресторан на крыше, Руфтоп бар и ресторан, будет открываться в марте. К сожалению, его открытие у нас отложено до июля месяца. Дело в том, что есть особое пожелание нашего шефа, который хотел бы немножечко изменить стилистику этого ресторана. Это будет японский ресторан, бар-лонж, это ночная жизнь. Будет привлекать очень много гостей, которые хотят отведать изысканную кухню, которые хотят провести время в кругу своих друзей, с хорошей музыкой, с хорошей кухней, с выпивкой. И самое главное, с изумительным видом, с изумительным видом, потому что с этого ресторана будет открываться потрясающий вид на море и на всю главную дорогу Шехзай и Трод, во главе которой стоит Бурш-Халиф. Это просто потрясающе будет открываться у нас вид с этого ресторана. Также отель у нас предоставляет круглосуточное обслуживание в номер, а плавательный бассейн, ну я бы не сказала, что он совсем плавательный, у нас такой он компактный, он больше такой вот chill-out мы называем, бассейн на чиле для того, чтобы в жаркий летний день, либо в зимний, если это время, сидеть, потому что у нас располагается он на террасе, хочу еще раз вернуться к слайду, извините. Вот так вот выглядит у нас наш бассейн, он располагается на открытой террасе, откуда открывается изумительный вид на море, то есть практически можно сказать, что у нас такой вот красивый бассейн с видом на море, рядом есть барная стойка, то есть можно наслаждаться своим каким-то любимым напитком, алкогольным, безалкогольным и провести свое время на свежем воздухе. Бассейн у нас с контрольной температурой, мы подогреваем его зимой и охлаждаем его летом. Помимо этого, наш отель предоставляет услугам гостей спа, у нас работает спа в отеле, там три процедурных кабинета, предоставляются услуги массажа и какие-то косметические процедуры. У нас в отеле нет паровой, у нас в отеле также нет сауны и нет парикмахерской, то есть спа работает именно на предоставлении массажных услуг. И вот вопрос, который уже задают, что касается пляжа. Мы находимся на второй береговой линии, мы пользуемся услугами общественного пляжа Ля Мер, это прямо через дорогу от отеля, 150 метров, 120-150 метров от отеля, и гости заходят уже в район Ля Мер, там располагается общественный пляж. Но именно для гостей нашего отеля есть отдельная зона, то есть полностью оборудованная отдельная зона, где для гостей нашего отеля предоставляется бесплатно лежак, предоставляются лежаки, предоставляются зонтики, также полотенце и вода. То есть наши гости, им не нужно ничего нести из отеля, полотенце, либо какой-то пляжный набор, потому что непосредственно на самом пляже они будут обслуживаться, то есть они получают вот эти вот услуги. Да, сам пляж общественный, но есть определенная отдельно выведенная зона, отведенная зона для наших гостей, где они с комфортом могут расположиться. То есть лежак, зонтик, полотенце и водичка также будет там предоставляться. Помимо этого, Ля Мэр, тоже у них есть такая услуга, что они ввели такой вот QR-код, можно его просканировать, прямо находясь на лежаке, можно его просканировать и заказать из ближайших ресторанов, можно заказать себе что-то. Потому что это общественный пляж, он не обслуживается непосредственным отелем, он обслуживается ресторанами, которые находятся в этом районе. То есть гости могут просто отдыхать на пляже, но также получить обслуживание, могут что-то заказать из ближайших кафе и ресторанов. Также у нас в отеле круглосуточно работает тренажерный зал, у нас очень просторный тренажерный зал. И есть небольшая комната для переговоров, она всего подходит для встречи до 8 человек. То есть очень такая небольшая переговорная комната. Отель у нас не сильно направлен на майс-бизнес, на групповые размещения, поэтому у нас вот есть небольшая переговорная комната для каких-то небольших встреч до 8 человек. Да, шезлонги, то есть лежаки, зонтики и полотенца, это все предоставляется для наших гостей бесплатно. А гости получают в отеле такую, ну, кто-то называет его полотенцем, ну, карточка для полотенца, мы называем это не карточка для пляжной, а карточка, как идентификация. То есть они приходят на пляж, предоставляют эту карточку и получают доступ на эту определенную зону. Вот так вот выглядит наш очень красивый лобби. Действительно, лобби, как я вам уже говорила, да, что наш гость, этот гость, который сам по себе яркий, и он ищет себе ярких впечатлений. Но когда вы приходите к нам в отель, заходите к нам в отель, вы сразу попадаете в такую уютную атмосферу. Наш лобби оформлен в таком стиле, я его часто называю гостиная, потому что у нас вот есть много таких вот зон, уголков с разными диванами, креслами, где так и хочется просто присесть, поработать со своим ноутбуком, либо выпить чашечку кофе со своими друзьями, посидеть, пообщаться, поделиться эмоциями, которые были набраны в течение дня. То есть такое вот очень комфортное. Я очень часто сравниваю вот эти наши диванчики, знаете, вспомните сериал, который был «Друзья», когда они сидели на этом диване. И вот мы работаем уже три месяца, за эти три месяца так часто эта картинка появлялась у меня перед глазами, когда я видела наших гостей, особенно которые приезжали группой, когда они сидели и какую-то там обсуждали за чашкой кофе, делились своими эмоциями, очень-очень так вот эмоционально рассказывали. У меня сразу вот именно возникало такое ощущение, что я просматриваю этот сериал «Друзья». Мы как раз-таки были и нацелены на эту аудиторию, мы как раз-таки и хотели создать ту атмосферу в нашем отеле, чтобы каждый чувствовал себя настолько комфортно и настолько расслабленно. Ну и перейдем к нашему номерному фонду. Как я уже упоминала, у нас 173 номера, 5 категорий номеров. Первые три категории – это идут у нас номера, и вторые две категории – это идут под категорией как бы свиты. Первая категория у нас называется «King Room» либо «Twin Room». То есть очень легко определиться. Соответственно, это будет номер у нас либо с одной большой кроватью «King», либо с двумя раздельными кроватями «Twin». Вот здесь стандартный номер у нас показан на слайде на фотографии, который у нас идет вот здесь. С правой стороны это у нас как раз-таки номер «Twin». 36 квадратных метров у нас этот идет номер. Размещение двое взрослых с одним ребенком до 12 лет с предоставлением дополнительной кровати, либо трое взрослых также с предоставлением дополнительной кровати. Это касается у нас номера и «King», и «Twin». То есть номера одинаковые, только отличаются они у нас вот конфигурацией кровати. Эти номера у нас идут без балкона, и из этих номеров открывается вид на город, потому что они расположены на нижних этажах, в основном на первом этаже. С видом идет именно на город. В номерах у нас есть все необходимое. Есть электронный сейф, халат, тапочки, кофейно-чайные принадлежности, включая кофемашину и капсулы. Кофейно-чайные принадлежности, капсулы для кофе и водичка у нас предоставляются бесплатно и пополняются каждый день также бесплатно. Также все необходимые туалетные принадлежности у нас также предоставляются. Владильная доска и утюг уже также есть в каждом номере, да, то есть они сразу есть у нас в номере. Следующая категория номера у нас называется «King Room Skyline View with Balcony». Номер, по сути, будет точно такой же. Отличается он двумя основными факторами, которые будут вам очень интересны. Первый – это вот звучит из самого названия номера «King Skyline View with Balcony», то есть номер с видом Skyline. Что это значит, вид Skyline? Это у нас вид на Шехзайд Роуд с гарантированным видом на Бурж-Халифу. То есть если бронируется номер «King Skyline View», это значит, гости будут наслаждаться шикарнейшим видом на Шехзайд и на Бурж-Халифу. Я думаю, что это будет номер один выбор на Новый год, потому что из этих номеров открывается у нас замечательный вид на фейерверки Бурж-Халифа, ну и также на все другие фейерверки. Поскольку мы находимся в начале Джумейры, у нас есть возможность, получается, из этих номеров видеть и фейерверки на Бурж-Араб, и на Атлантисе, ну и плюс в самом районе Ламере также каждый год на Новый год проходят у нас фейерверки. Ну и если это даже не Новый год, просто вечером выйти на балкон, эти номера у нас идут с балконом, и наслаждаться изумительным видом, вот когда это все элиминируется, когда весь Шехзайд и Бурж-Халиф освещаются яркими красками вечером, это просто действительно завораживающий вид. Номер также у нас идет 36 квадратных метров, точно такой же номер, как и стандарт, вот только у него будет уже и балкон, и открываться замечательный вид на Skyline с гарантированным видом на Бурж-Халифу. Размещение у нас идет трое взрослых с одним ребенком, либо трое взрослых. Следующая категория номеров у нас, я вернусь на этот слайд, потому что здесь она как раз-таки представлена фотография, вот здесь на фото слева мы видим с вами третью категорию номера, называется она King, либо есть еще возможность Twin, Sea View без балкона, то есть здесь тоже все очень просто, соответственно, это будет номер с либо одной кроватью King, либо с двумя кроватями Twin, с видом на море и с балконом. Размещение также у нас будет двое взрослых с одним ребенком, либо трое взрослых, и в номерах есть все то, что необходимо для комфортного проживания. Сейчас мы будем с вами передвигаться к нашим свитам. Значит, номер Deluxe Room, это у нас практически джуниор-свит, но мы его не называем джуниор-свит, потому что в категории хаятов нет такой категории, как джуниор-свит, но это для общего понимания, я его приравниваю к джуниор-свиту. Это довольно-таки большая комната, 65 квадратных метров, где есть, как вы здесь видите, вот такая вот столовая зона, гостиная зона с таким диванчиком и спальная зона. Особенность этих номеров то, что здесь практически на 180 градусов, вот таких вот три больших панорамных окна, открывается вид на море, и идет довольно-таки просторный такой вот балкон, можно даже террасой его назвать, где можно просто наслаждаться шикарнейшим видом на море. Максимальное размещение в этой категории номеров у нас идет двое взрослых с двумя детьми до 12 лет. Хочу отметить по детской политике. Мы сохраняем платную детскую политику, ну, хочу отметить, что это не в том, чтобы как бы побольше заработать. Дело в том, что мы нацелены немножечко на другую аудиторию, мы не сильно семейно ориентированный отель, потому что мы не предоставляем широкий спектр услуг для отдыха с семьями. То есть у нас нет детской комнаты, у нас нет отдельного детского бассейна. Мы не сильно нацелены на аудиторию для отдыха семьи, хотя, да, конечно же, в Ля-Мэр, район Ля-Мэр будет привлекать, конечно же, для этого отдыха, поскольку это пляж, поскольку это развитая инфраструктура в самом районе. Но наша аудитория – это больше молодые люди, либо одинокие, скажем так, в поиске находящиеся, компания друзей, приехавшие на отдых, либо молодая пара, которая еще пока наслаждается своей жизнью, еще не свила себе гнездышко и не обременила себя вот этими семейными заботами, а имеют еще возможность путешествовать и исследовать мир. Это вот немножечко я отступилась, именно сфокусировалась на том, что касается нашей политики размещения детей. Да, мы размещаем с детьми, как и в стандартах, но до одного ребенка, либо вот в суетах можем разместить до двух детей. Следующая категория у нас называется Executive Suite, это номер One Bedroom Suite, то есть номер с отдельной гостиной, с отдельной спальней. Номер составляет 72 квадратных метров, и размещение у нас также идет двое взрослых с двумя детками. Хочу отметить, что и в Executive Suite, и в Deluxe Room у нас предоставляется только одна дополнительная кровать. Соответственно, если размещение идет 2 плюс 2, то один ребенок будет спать совместно с родителями на большой кровати, второй ребенок, который может быть повзрослее, будет спать на дополнительной кровати. По BabyCot у нас нет ограничений, мы можем предоставить BabyCot, это деревянные такие вот манежные кроватки, манежики, они подходят для детей до 3 лет. Мы их предоставляем в любом номере без ограничений. Что касается наших кроватей, кингов, хочу отметить, что у нас действительно шикарнейшие большие кровати, у них ширина идет 2 метра, 2 полных метра, и длина 2 метра. Действительно, очень такие вот большие комфортные кровати. Это у нас по номерному фонду. Если у вас какие-то вопросы будут, пишите, пожалуйста, в чате, я также буду просматривать и отвечать. Ну, об этом я уже говорила, что мы предоставляем дополнительно в отеле. У нас работает круглосуточный тренажерный зал, у нас работает спа и есть комната для переговоров. Небольшая, правда, но она есть. И хочу вот сделать акцент, но на нашем food and beverage, на нашей концепции питания. У нас на данный момент работает один ресторан. Это основной ресторан. Мы называем его All Day Dining. Официально название еще как бы его не используется, поскольку у нас его основное открытие будет в течение месяца. Особенность нашей концепции питания в том, что полностью все наше питание организовано и сервируется от celebrity chef, то есть от именитого шефа. Это французский шеф. Он очень популярен здесь, в Дубае. И вот как раз-таки он управляет всеми нашими ресторанами. То есть основной ресторан, то есть и завтрак, и обед, и ужин будет под его чутким руководством и по его концепции. Если это пул-бар, то есть бар у бассейна, так же все напитки, все коктейли так же будут готовиться под его чутким руководством. Так же лобби-лоунж. Это у нас кофешоп, который расположен в лобби, сервирует напитки в течение дня. Так же это все будет полностью от него. И меню, которое готовится для наших гостей для обслуживания в номер, так же идет от именитого шефа. Но и самое главное, тот ресторан, который, открытие которого мы так сильно ждем, ресторан на крыше, это так же будет его визитная карточка. У него уже несколько ресторанов под Дубае, очень популярные, но вот будут открываться новые в нашем отеле. Так вот, по концепции питания мы полностью отказались от шведского стола. То есть это не связано с нашим как бы софт-опени, с частичным открытием. Это вот именно связано с тем, что мы будем предоставлять качественную, свежую кухню. И мы хотим, чтобы наши гости действительно получали тот опыт и прочувствовали то, что для них готовит наш именитый шеф. Каждое блюдо будет индивидуально подготовлено для нашего гостя и свежеприготовленное. А гости, когда приходят на завтрак, если это забронировано у нас, гости проживания на завтраке, им предоставляется такой определенный сет-меню, ну, довольно-таки широкий выбор. Сет-меню у нас представлены, и могут они... Я как это называю, что когда вы приходите в ресторан, где сервируется шведский стол, вы приходите на открытую шведскую линию и говорите, да, например, вот это, вот это, вот это я хочу, и накладывайте все это в тарелку. У нас немножечко похожая концепция, но с узыском и сервисом. Гость присаживается за стол, ему предоставляется это меню. Практически то же самое, что есть на шведской линии, скажем так, по такой концепции. Но он это выбирает, и чтобы ему это приготовили и принесли. Есть определенный нюанс, что это, конечно, занимает чуть больше времени, чем, например, открытая шведская линия, но мы говорим о том, что мы хотим, чтобы отдых в гости начинался не с пляжа, а именно с завтрака, для того, чтобы гости пришли на завтрак уже с хорошим настроением, они сели в красивом ресторане, в красивой атмосфере, чтобы они получили качественное обслуживание, и чтобы они насладились каждым блюдом, которое было приготовлено именно для них и согласно их пожеланиям. И буду абсолютно откровенно. За последние три месяца, которые мы работаем, были гости, которые абсолютно не смогли воспринять эту концепцию, потому что настолько было привычно им, что нужен шведский стол, что нужен прям очень огромный выбор блюд. Возможно, выбор блюд не такой огромный, у нас там 7-8 горячих блюд, у нас есть выбор и мюсли, и хлопья, и йогурт, и нарезка есть, холодная нарезка, выпечка, широкий выбор. Все это можно выбрать из меню. Но кому-то действительно этого было недостаточно. Но самое интересное было, что с такими гостями, когда мы общались, спрашивались, хорошо, а что вы хотите, чего вам не хватает, мы практически никогда не смогли получить ответ. То есть это просто чисто психологически, что я не вижу этого широкого выбора шведской линии, и я, соответственно, автоматически получаю такое ощущение, что меня ограничивают. Но когда непосредственно спросить, а что же вам не хватает, на этот вопрос практически никогда не находился ответ. Меню у нас также есть на русском, на языке. Количество блюд, в принципе, не ограничено, поверьте, у нас довольно-таки большие порции. Съесть две порции горячего просто невозможно, потому что это просто невозможно. Действительно, очень большие порции. Поэтому мы, если гости проживают 3, 5, 7 дней, лучше, может быть, составить действительно возможность каждый день попробовать все то горячее, что у нас есть, потому что действительно каждое блюдо у нас очень и очень вкусное. Действительно, мы получаем очень положительные отзывы от наших гостей, что качество и вкус блюд просто на высоком уровне. На завтра сколько блюд можно заказать? Ну, смотрите, можно заказать, например, сыр, колбаса, джем и сливочное масло, хлеб, круассаны, горячее блюдо, фрукты, мюсли, йогурт с медом, либо мюсли с молоком, либо мюсли с йогуртом. То есть все это можно заказать, и стол будет полон еды, скажем так. Никто голодным не останется, и тем более, что у нас довольно-таки большие порции. Это что касается завтрака. По концепциям мы работаем на двух типах питания. Это room only, есть возможность забронировать отель без питания. С чем это связано? Во-первых, связано с нашим брендом Centric, потому что согласно концепции Centric, мы предоставляем возможность нашим гостям исследовать все то лучшее, что предлагает город. И поскольку мы находимся в таком просто потрясающем районе Ля-Мер, где представлено такое количество именно заведений, мы предоставляем возможность нашим гостям не ограничивать себя питанием в ресторане, а именно пробовать что-то новое. Плюс современные тренды, где многие отказываются от завтрака, где многие переходят на интервальное голодание, где для многих достаточно только чашка кофе. То есть мы предоставляем такую возможность. Потому что, если честно, у нас очень много гостей, которые просто в 6 утра, в 7 утра выбегают на пробежку и прям бегут на море, делают пробежку, потом по дороге в ближайшем Старбаксе на обратном пути берут кофе и начинают свой день, да, скажем так. Либо потом на пляж отправляется, либо кто приехал по делам, либо кто-то на экскурсию. Если же гости привыкли, что у них должен быть обязательно завтрак, тогда есть возможность забронировать завтрак, есть возможность забронировать отель на ВИВИ. Но при этом мы не предлагаем концепцию полупансиона хаффборд, либо полупансиона фульборд. Ресторан у нас предлагает обед и ужин, но только а-ля карт. Заранее его забронировать, либо пребронировать его как с двухразовым, либо с трехразовым питанием. У нас нет такой возможности. Гости могут прийти пообедать, либо поужинать в нашем ресторане по а-ля карт. Так вот выглядит наш пул-бар, бар у бассейна, где мы предлагаем широкий выбор коктейлей, мактейлей, более крепких напитков. У нас просто потрясающий бармен, который действительно готовит потрясающие коктейли. Ресторан Каэнзо, который у нас будет открываться вот уже в июле месяце, дай бог, откуда будут открываться шикарнейшие виды у нас как на море, так и на Шензайд Роуд и Бурж-Халифа. Ну вот на этом я завершаю свою презентацию. Сейчас я просто хочу упомянуть буквально еще пару слов о тех вопросах, которые часто задаете вы, которые часто задают вам гости. Это в частности, какие дополнительные услуги, либо что касается проживания гостей. Первое – это депозит. Депозит у нас в отеле обязательный. Составляет он 300 дирхамов за сутки проживания, то есть чуть меньше 100 долларов, получается около 80 долларов за сутки проживания, до пяти суток. Если гости проживают больше пяти суток, там уже максимальная сумма фиксируется на 500 долларов. То есть от пяти ночей и выше сумма депозита составляет 500 долларов. До пяти ночей он будет считаться практически почти 100 долларов в сутки, 300 дирхамов в сутки за номер, это за дополнительные расходы. Можно оставить их как наличкой, но это самые непопулярные, либо можно оставить кредитные карты, но здесь есть уже определенные сложности в нынешней ситуации. Этот депозит обязательный, но в многих случаях мы можем проявить гибкость и как бы не брать депозит, тогда в этом случае просто-напросто мы отключим услугу, записи каких-то расходов на номер. Если будут какие-то расходы в отеле, то их необходимо гостям будет оплачивать непосредственно сразу по факту. Wi-Fi у нас абсолютно бесплатно по всей территории гостиницы. Шаттл-басы. На данный момент у нас курсирует только один бесплатный шаттл в местный, самый ближайший торговый центр Мерката. Это 5 минут езды от отеля. Курсирует он 2 раза в день. Что касается трансферов до Дубая, мол, либо других молов, на данный момент у нас нет никаких трансферов. Гости могут туда добраться только на такси. Из общественного транспорта в нашем районе такси функционирует. И есть автобусная остановка где-то в 700 метров от отеля. Но я думаю, что вряд ли кто-то будет пользоваться общественным автобусом. До ближайшей станции метро 5-7 минут езды. На такси можно добраться до станции метро World Trade Center. И там уже на метро можно добраться в любую точку города. Так, вроде бы все. Какие-то вопросы у вас есть? Алкоголь и напитки есть? Да, да, да. Мы сервируем алкоголь. И причем у нас алкоголь довольно-таки премиальный. То есть это не какие-то house beverages. У нас действительно очень высокого класса напитки, алкогольные напитки. Парковка в отеле у нас также есть. Абсолютно она бесплатная. Есть услуги парковщика, также это бесплатно. Поэтому если кто-то будет брать rent-a-car, у нас есть также услуги консьержей, которые могут помочь организовать аренду авто. И также есть экскурсионное бюро в отеле, также может помочь с организацией каких-либо экскурсий. Цены на алкоголь. Ну, цены на алкоголь довольно-таки высокие. Цены на алкоголь высокие. Не могу точно сказать. Смотря в чем измеряете, в бутылках, либо в бокалах вина. Но вино, по-моему, от 20 долларов, если не ошибаюсь. Можно будет мне написать. Сейчас давайте я поделюсь своими контактными данными. И вы дополнительные вопросы, которые, может быть, мы сегодня не охватили с вами, либо которые, может быть, позже у вас возникли, вы всегда можете написать мне по почте, либо вот по WhatsApp. Если вам прям непринципиально будет ознакомиться с нашим меню в ресторанах, также можете мне написать на адрес электронной почты, и я с удовольствием поделюсь с вами меню. Но, скорее всего, если это на данный момент, я могу поделиться, но в ближайшие недели у нас может немножечко оно измениться, поскольку у нас будет вот это вот официально открытое.